Добрый вечер. Я Алексей Чергеев. В эфире 20-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Бронницы. Топоним Бронницы происходит от мастеров-бронников, живших здесь и изготовлявших бронелатые кольчуги. Но никаких подтверждений реальности такого производства пока не обнаружено. Первое упоминание в дошедших до нас документах о селе Бронниче датируется 1453 годом. В начале 17 века близ Бронниц происходили столкновения русских отрядов с польско-литовскими интервентами. В 1781 году село Бронницы преобразовано в уездный город Московской губернии, он тогда насчитывал 1500 жителей. В 1812 году Бронницы вновь стали местом сражения. Теперь уже армия Наполеона устремилась в сторону Рязани в погоню за ушедшим Кутузовым. Французов остановил заслон казаков полковника Ефремова, между тем как русская армия двигалась в Калуге. Конный завод в Бронницах упразднен в 1845 году, в его помещениях расквартировали конный полк, крестьяне с землями отошли к московской дворцовой конторе. Предпринимались попытки создания мелких кустарных предприятий. К началу 20 века их уже стало почти 150, но крупнейшими были колбасная типография, а все население города не достигало и 4000 человек. К 1926 году оно даже уменьшилось до 3600 человек. В 1924 году в Бронницах создан артель ювелиров-металист, затем последовали другие согласии, обозостроение. Рядом развивалось село Роменское, а жизнь в Бронницах будто остановилась. В канун Великой Отечественной войны на предприятиях города было занято менее 200 рабочих. В послевоенные годы артель-металист преобразована в фабрику. Она строит новые производственные площади, расширяет ассортимент и постепенно становится известной. Преобразована в фабрику и трикотажная артель им. 8 марта. Становится швейно-галантерейной фабрикой и артель-согласия. Реорганизован в швейную фабрику Рэйпром-комбинат, в мебельную артель обозостроения. После реконструкции стала фабрикой кож-галантерейной артель. В 1959 году Бронницы теряют статус районного центра, их переводят в Люберецкий район, а с 1960 года в Роменский. Бронницы остаются небольшим городком с развитой легкой промышленностью. К услугам горожан школы и поликлиники, детские учреждения, библиотеки, кинотеатр, дом детского творчества, соответствующие службы быта. На месте ветхих деревянных домов поднялись новые, современные, которые постепенно с окраин города стали появляться и в центре. Город светлый и зеленый. Многим москвичам знакомы его приятные ландшафтные условия и памятники архитектуры округи. Герб города. В зеленом щите стоящий золотой конь с червляными глазами и языком. В левой вольной части московский герб. Щит увенчан серебряный стенчатый короной о трех зубцах и обрамлен двумя золотыми колосьями, перевитыми червляной Александровской лентой. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.